Мы работаем над этим. Вы получите груз к концу недели. У вас осталось три дня. Если не уложите, спеняйте на себя. Извините, но... Плошные неудачи. Люди Стивенса схватили женщину. Если они получат плазму, что слоган? У нас не было времени. Подразделения ООН уже прибыли, когда очередные проблемы. Ты хоть понимаешь, что твое разгильдяйство нас всех чуть не убило? Я не в ответе за дела своего предшественника. Маркинсон себя не контролировал. Маркинсон был твоим человеком, а Ромер вашим. А что насчет Григорова? Вы же собирались не подпускать русских с вкладом фарком в Казахстане. Ты пытаешься свалить свою вину на меня? Я не руковожу спецслужбами русских, так же как и террористами Ромера. Хватит. Нам всем сейчас трудно. Логан один из наших лучших агентов. У него лучшие результаты по тренировкам и масса выполненных боевых заданий. Это будет нелегко. Понимаю. Возможно, я неясно выразился. Успех этой операции значит для нас все. Не так ли, мистер Кокрейн? Пока Логан жив, получить плазму у этой женщины будет невозможно. Я думаю, вы переоцениваете возможности мистера Логана. Вам поручили работу мистера Фейкена, потому что вы пообещали создать второй штамм вируса в нужные сроки. Не моя вина, что Ромер потерял образцы, прежде чем мы получили штамм. Значит, вы не справились с задачей, как и они. Ну ладно. Извините, что мне все вышло согласно плану, но... Видите, мистер Стивенс? Простейший пример. Мара доказала свою пользу для общего дела, а мистер Кокрейн нет. Мы позаботимся о Логане. И скоро получим плазму у этой женщины. Я уже отправил войска в Колорадо. Моим заместителем на авиабазе будет Лианг Синг. Задержек больше не будет. Можете пока отдохнуть. Мы справимся за 10 минут. Мне нужен ваш пропуск, сэр. Где Фима? Мне нужно обратиться к твоему командиру? Нет, сэр. Мы займемся Фейганом, а ты приступнешь другого агента CDBC. Взгляни на нее. Она оставалась без сознания гораздо дольше, чем я предполагала. Эта старая разновидность вируса не могла так сильно ослабить ее. Я обойду этот ангар и посмотрю, стоит ли там на заправке F-22. Нет. Ты отправишься к главным воротам и проверишь, чтобы груз прошел без помех. А я займусь пилотом. Итак, двух пакетов плазмы должно хватить. Ты ничего не почувствуешь. Я-то ничего. А вот ты почувствуешь. Ладно. А теперь поищем мое барахло. Доктор? Да? Ты покончила с ним? Я сделал ему инъекцию. Нужно время, чтобы сработало. Морган хочет, чтобы ты проверила Фегана. Я думаю, уже заполняют последний ящик. Позволь сначала проверить кое-что еще. Нет. Морган сказал прийти немедленно. Так. Томпсон, я же говорил о тебе вернуться. Почему ты меня не послушал? Томпсон, я же говорил о тебе вернуться. Я отпустил охрану. Нас не побеспокоят. Хорошо. Доктор, вы закончили свою работу? Да. С ним мы закончили. Остальное мы возьмем у Ксинг. Тогда усыпите его. Конец связи. Погодите, он еще нужен для экспериментов. Мы еще не изучили результаты долговременного воздействия вируса на определенные генетические структуры. И я приказываю, чтобы Фейган исчез после того, как вы заберете у него плазму. Агентство не может допустить, чтобы правительство узнало, что глава концерна Фарком заражен неизвестным вирусом. Изуродованный труп их тоже не успокоит. Можете использовать для опытов девушку. Ладно, если вы настаиваете. Я позвоню в Нью-Йорк, они приготовят ее. Я пойду с вами. Игуана-1, займись F-22. Проверь, установлены ли на нем комиссию Заринов для новой атаки на вышедших. А я проверю, что задержало Холмана. Заринов для новой атаки на вышедших. А ты куда собрался? Да, надо тут. У меня от всего этого мурашки по коже. Да, что-то происходит. Да, я знаю. Отчеты, ящики с трупами таскают, начальство понаехало. Да и все базы перекрыты на карантин. Аль. Я скоро вернусь. Гейб. Ты здесь? Гейб. Лиан, ты где? Ты в порядке? Тереза? Рада слышать знакомый голос. Я в порядке. Они держат меня на гражданской авиабазе в Колорадо. А где Гейб? Он попал в беду. Самолет сбили где-то над горами. Гейб попал в беду? Да, но ему не привыкать. Он больше волнуется за тебя, чем за себя. Боюсь, у него есть другие заботы. Лиан, ты в порядке? Я сейчас держусь только на стимуляторах. Они быстро теряют эффект. Придай ему немедленно. Он был прав насчет Фейгана. Его оставили в живых, чтобы использовать как инкубатор для нового вида вируса. Возможно, я заражена тем же вирусом. Возможно, нас инфицировали во время плена в катакомбах. О боже. Поэтому они привезли меня сюда. Они использовали эту авиабазу, чтобы ввозить и вывозить из страны инфицированных людей, обходя международный контроль. Также агентство контролирует с ее помощью горные перевалы. Спасибо за поддержку. Скажи Гейбу, что лабораторный комплекс агентства где-то в Нью-Йорке. Надо бы выяснить, где. Я собираюсь найти вертолет и убраться отсюда. У Гейба есть план эвакуации? Нет, он сказал мне отслеживать радиопереговоры агентства, пока он доберется к месту аварии. Там должен быть какой-то вертолет. Скажи ему, что я сама доберусь к нему. Ты знаешь, где он? Нет, мы собираемся уходить. Выпустите нас. Да, сэр. Не волнуйтесь, я дойду сама. Я собираюсь в хранилище проверить условия хранения плазмы. Хорошо, наши самолеты уже вылетели. Как только я разберусь с ними, встретимся у башни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну ладно, мисс, стойте и не двигайтесь. Вы не понимаете? Я не арестану. Вы не представляете, что это за люди? Да, я не знаю, кто они, но я знаю, что они не от FIMO. Сюда! Я слышал двоих из них. Они собираются убить тебя. Можно выйти здесь? Если хотите попасть на аэродром, то идите на юго-запад. Я пойду на пульт охраны и попытаюсь прикрыть ваш отход. Удача! Вы здорово рискуете. Я же не нарушаю закон. Откуда эти люди? Из ЦРУ? Из АНБ? Не совсем. У вас мало времени. Удача! Спасибо еще раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!